Миллиарды на мусор. Сколько денег получит республика на строительство мусоросортировочных комплексов? Расскажем в выпуске. Горячее питание есть, условий нет. О проблемах в школьных столовых и пищеблоках говорили участники совещания в правительстве. Конфета вместо сигареты. В первой городской больнице провели акцию, посвященную Всемирному дню отказа от курения. Лучшие среди лучших. Абдул-Рашида Саудулаева признали главным спортсменом Олимпиады в Токио. Подробности в спортивном блоке новостей. Дагестан один из двух пилотных регионов, которые успешно прошли отбор заявок на софинансирование в рамках нацпроекта «Экология». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меликов с ссылкой на вице-премьера правительства России Викторию Абрамченко. На эти цели регион получит более 6 миллиардов рублей. До конца 2024 года у нас должны появиться три мусоросортировочных комплекса в Хасавюртовском, Дербенском и Карабудахкенском районах. В Дагестане более 200 тысяч учащихся начальных классов получат бесплатное горячее питание. Этот вопрос обсуждали накануне в правительстве республики. Однако проблем все еще много. Прежде всего, это слабая материально-техническая оснащенность школьных столовых и отсутствие пищеблоков. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в 122 школах региона отсутствуют столовые. Во многих образовательных учреждениях необходимо переоснастить пищеблоки. Еще почти 500 школ работают с превышением проектной мощности. Напомним, в рамках соглашения заключенного между Минпросвещением и правительством республики общий объем средств, предусмотренных для обеспечения горячим питанием учащихся 1-4 классов в текущем году, составил более 2,5 миллиардов рублей. Текущая работа по содержанию, она не ведется в соответствующую фонду. Ну и плюс, такая хроническая тема, это переуплотнение школ. В основном она касается городов. И понятное дело, что имея 4,5 тысячи учащихся в первую смену, ни одна столовая, типовых запроектированных нет, чтобы они в три перемены успевали кормить. Неправильно приготовленной пищей, недовложений продуктов. С этим что будем делать? Мы хотя бы те вопросы, которые можем, которые не требуют вложений, хотя бы эти вопросы. Мы же должны регулировать. Что собирается делать Министерство образования с этими вопросами? Международный день студента отметили учащиеся ДГИИ. Атмосфера праздника царила в зале исторического парка «Россия. Моя история». Студенческий актив, профессорско-преподавательский состав, почетные гости участвовали в викторинах, слушали нашиды и говорили о планах на будущее. Как отметил ректор института, его подопечные демонстрируют не только хорошие знания, но и ведут активную общественную деятельность. Принимают участие в творческих проектах, международных молодежных форумах, побеждают в престижных спортивных соревнованиях. Показать, что нашим студентам, что студент для нас является ценностью. Самый главный человек в УЗИ – это студенты. И таким образом мы их прообщаем к общественной жизни, к таким волонтерским мероприятиям. Не только учеба, но и многое другое. Везде задействованы наши студенты. Масса мероприятий мы провели, и студенты там отметились. Были мероприятия в духовном центре проводили. Там как качество волонтеров участвовали наши студенты. Это огромное количество, более 10 тысяч человек собирали подарки, обслуживали, ухаживали. Поэтому, не принимая участия в таких мероприятиях, студенты не растут. Они должны расти, видеть, общаться, проходить социализацию. И еще об одной памятной дате. Каждый третий четверг ноября в мире отмечается как Международный день отказа от курения. В первой городской клинической больнице Махачкалы прошла акция под названием «Конфета вместо сигареты». Подробности далее в сюжете. Курильщик со стажем Магомир Тимирханов решил оставить вредную привычку. Участием в мини-акции, обменяя сигарету на конфету, молодой человек хочет подать пример того, как при желании можно бросить курить за один день. Это еще один шанс, чтобы я уже осознал это все и бросил курить. Было приятно, что напоминает людям и беспокоится о нас. Радостно, что у нас медработники стараются, и волонтеры стараются проводить такие акции. Почаще, чтобы проводили такие акции, чтобы напоминали людям, что это вредно. Молодежь в основном, которые не знают о вредности сигарет, чтобы они им напоминали постоянно. В городской клинической больнице пропаганде здорового образа жизни уделяют большое внимание. Данная акция – одна из многих, которые традиционно проходят в стенах лечебного учреждения. Курить – это же, вы же понимаете, какие тяжелые последствия она может привести. Люди, которые будут прикованы определенным лекарством, часто попадают в больницу, риск онкологических заболеваний большой. Поэтому, учитывая то, что Дагестан – это спортивная республика, мы должны вот такой контингент молодежи, особенно, провести вот такие профилактические, разъяснительные мероприятия. Мы студенты медицинского колледжа имени Башларова, а также волонтеры-медики. Хотим, чтобы курящих людей стало мало, и хотим сказать, что курение – это не модно, курение – это вредно. И будьте здоровы! В фойе больницы всех желающих консультировали врачи. Здесь же многие могли пройти необходимое обследование. Волонтеры-медики раздавали участникам акции информационные буклеты. Организаторы провели викторину на предмет знаний о вреде курения. А дети смогли поучаствовать в тематическом конкурсе рисунка. Саид Меджидов, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Как изменилась охрана труда в медицине с 2022 года? Анализ новых законодательных изменений провели на семинаре в Республиканском комитете профсоюза работников здравоохранения. На встрече присутствовали председатели первичных профсоюзных организаций. Именно они защищают интересы врачей, медсестер и других работников лечебных учреждений. Республиканский комитет собрал воедино все законодательные акты, которые регулируют систему охраны труда в современных реалиях. Методические рекомендации могут оперативно реагировать на обращение персонала и решать спорные вопросы в рамках закона. Перемены происходят в нашей жизни каждый день. Вносятся изменения в действующие нормативные акты. Утверждаются новые законы. Очень важно, чтобы председатели первичных профсоюзных организаций владели этой информацией и применяли ее на практике. И к новостям спорта. Абдул-Рашид Садулаев признан лучшим спортсменом Олимпиады в Токио. Церемония награждения лучших российских участников Олимпийских игр состоялась в Москве. Капитану сборной России вручили памятную статуэтку. Мероприятие прошло в рамках празднования 30-летнего юбилея Российского Союза спортсменов. Абдул-Рашид Садулаев дважды побеждал на Олимпийских играх. Пять раз на чемпионатах мира, четырежды на чемпионатах Европы и дважды на Европейских играх. Хасавюртовская стенка сильнейшая. В Махачкале прошел командный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта Магомеда Исагаджиева. На ковер в спорткомплексе при автодорожном колледже вышли 8 юношеских дружин из городов и районов республики. Слово Курбану Рагимову. Рукопожатие до начала схваток как символ открытой и честной борьбы. Республиканский турнир на призы Магомеда Исагаджиева собрал 8 юношеских команд. На ковре вольники из Махачкалы, Хасавюрта, Каспийска, Кизляра и Кизельюрта. Приехали также спортсмены из Карабудахкента, Леваши и Сергакалы. В 2000-х годах я был выходец первых из иностранных стран, которые участвовали на Лиге Ирана. Ираны, вот я увидел их, они на этом очень ребята растут, борьба развивается. Есть турецкие лиги бывали, германские были, но иранская самая мощная и самая высокооплачиваемая лига была. С тех пор мне как бы симпатизировал вот этот формат стенка на стенку, потому что там 7 весовых категорий. Если получается 3 команды, 3 выиграли, 3 проиграли, даже речащая, одна схватка решает этот матч. И вот как бы это ответственно не только за себя, но и за команду. За схватками юных борцов следит целый десант олимпийцев и титулованных спортсменов. Все они пришли поддержать своего друга, известного в прошлом вольника, а ныне директора Махачкалинской спортшколы имени Али Алиева Магомеда Исагаджиева. Гости на открытии вспоминали его самые громкие победы. Это серебро и бронза чемпионатов мира и Европы, а также желали успехов в воспитании нового поколения. У нас самая прославленная школа в республике. Первая школа, где выросли Али Алиев, Загалав, Юмин. Я там вырос как и спортсмен, как и специалист. Я главный тренер был там, за ним у меня кабинет был. Дети с удовольствием ходят, очень много занимающихся. И управлять этим всем хозяйством Магомед достойно управлять. Я думаю, в скором времени у нас все лучше и лучше будут результаты. Вот это соревновательная практика. Какой опыт они получат? Прекрасный опыт соревновательный, общение. Они научатся друг другу новшество техники, тактики. Это целое искусство. Команды разделили на две группы. Каждая на предварительном этапе должна была провести по три матчевые встречи. В финал пробились дружины из Хасавюрта и Кизелюрта. После шести поединков счет был равным 3-3. Но подопечные заслуженного тренера России Шемешемейва все же смогли дожать своих соперников. Третье место заняли спортсмены из Карабудахкента. В малом финале они были сильнее сверстников из селения Леваши. Это очень интересное соревнование. Даже вот стынку на стынку быстро. Ребята друг за другом. Не только там каждый за себя. Здесь как бы командный дух для молодых ребят. Это очень важно. Видишь, как они за каждый балл, за каждый проигрыш эмоционально. Кто кого дети друг друга поздравляют. Как они радуются. Вот это очень здорово, такие соревнования, то, что проводят. Поэтому хочу выразить огромное благодарность всем тем людям, которые поддержали этот турнир. Тем более на призы нашего брата Магомеда Исагаджиева. Очень много гостей. Ребят, которые давно не видел. И дальше видишь, в какой стране что бы происходило, дети должны знать, что их будем поддерживать. Мы всегда рядом. Всех призеров турнира наградили памятными кубками и медалями. Победители также получили сотовые телефоны и другие подарки. В следующем году организаторы планируют расширить географию и добиться статуса мастерского турнира. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok